Доброе утро! ГТРК ТВ продолжает серию предвыборных дебатов на телеканале «Россия-1». Участвует, напомню, 8 кандидатов, и они борются за два места в Верховном Хурале, объявляя тему на сегодняшние дебаты. А она сегодня «Молодежная политика». И не начнем с вас, Аяс Наржукович. Каждому ровно пять минут. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые избиратели, уважаемые земляки. Действительно, молодежь – это будущее любой страны, любого региона. И не исключение наш регион, Республика ТВА. И очень правильное решение было принято секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Владиславом ТВ Хаулых о создании агентства по делам молодежи. Действительно, мы тот регион, где количество населения молодого возраста больше 30%. И данное решение, мы считаем, что это было принято очень правильно. Говорить о том, что как работает сегодня агентство по делам молодежи, наверное, будет судить молодежь. Но то, что данное агентство сегодня показывает хорошие результаты, это очевидно. В первую очередь, недавно прошел форум молодежных лидеров ТУВА-2030, где приняло участие больше 100 наших молодых земляков. Перед ними выступали ведущие спикеры из города Москвы, из других регионов. И они получили в данном форуме полезную для себя информацию. И по результатам данного форума, те, кто успешно защитил свои проекты, получили субсидии и гранты от имени агентства по делам молодежи. Уважаемые земляки, конечно же, свою энергию и талант молодежи должна оставлять у нас в республике. Они должны здесь жить после окончания вузов и должны возвращаться домой уже готовыми специалистами. Весной текущего года начала работать всероссийская программа по развитию молодежного предпринимательства. Разработана также региональная программа содействия занятости молодежи. Здесь мы видим поддержку от Министерства экономики, Министерства труда, Министерства образования, других органов исполнительной власти при поддержке наших молодых предпринимателей. Молодых предпринимателей и тех, кто становится самозанятыми, наши органы исполнительной власти также помогают субсидиями, грантами. В целом, грантовая поддержка молодежи является в нашей республике одним из приоритетов. Также стоит отметить активную работу студенческих отрядов нашей молодежи, которая в этом году и вообще в предыдущих годах показывала очень хорошие результаты. Функционирует у нас также молодежный парламент, местное молодежное самоуправление. В выпускниками, окончившими высшие учебные заведения с отличием, регион выдает жилищные субсидии. С 2013 по 2021 год их получили 175 человек. В 2022 году субсидии на компенсацию части затрат по ипотеке получили 60 человек. Здесь видно, что государство, как и на федеральном уровне, региональном уровне, активно помогает нашей молодежи. Но есть и у нас проблемы, к сожалению. В первую очередь, это отток наших молодых жителей. Проблемы существуют не только в нашем регионе, но и в других регионах нашей большой страны. Молодежь в основном стремится в Москву, Санкт-Петербург, города-миллионники. Причина – нет доступа к качественной, к сожалению, медицине, образованию, недостаточно, к сожалению, рабочих мест и плохое функционирование транспорта. Необходимо здесь нам всем, всем миром и в дальнейшем поддерживать нашу молодежь. В первую очередь, решать инфраструктурные проблемы, создавать и строить садики, школы, улучшать качество обслуживания в больницах, чтобы наша молодежь здесь оставалась. Нам необходимо удовлетворить базовые потребности наших земляков. Для этого нам всем миром необходимо исполнительные власти, законодательные власти, депутатам всех уровней, местных уровней, региональных уровней, защищать, участвовать в всех федеральных программах развития нашего региона, нашей республики. Уважаемые земляки, я как кандидат в депутаты Верховного хорала Третьего созыва от округа номер 6, куда входит и поселок городского типа Кахем и ближний Кахем, я призываю вас 11 сентября, 9, 10, 11 сентября поддержать кандидатов от партии «Единая Россия». Несмотря на те проблемы, которые у нас существуют, мы, партия реальных дел, мы добиваемся того, чтобы ваши наказы, ваши чаяны исполнялись. По поселку Кахем, конечно же, я проблемы данного округа прекрасно знаю, каждый день встречаюсь со своими избирателями, и в статусе депутата Верховного хорала я буду решать все насущные проблемы вместе с вами. Приходите 11 сентября поддержать кандидатов от партии «Единая Россия» и лично меня. Спасибо за внимание. Спасибо. Следующий кулор Ладой Домба, Эртинович, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые избиратели, жители нашей республики. Молодежь, как всегда, была движущей силой государства в будущем. Молодежь – это та часть населения, которая будет строить наше будущее. Сколько раз наша партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, выдвигала законопроекты в Государственной Думе, поддерживающие молодежь. Левые силы всегда сконцентрированы именно на развитии молодежных сил и молодежи. По мне, первый удар по молодежи произошел в 2009 году, когда приняли систему ЕГЭ. Второй удар мы получили по молодежи по всей территории страны в 2019 году, когда приняли пенсионную реформу. Почему я сейчас говорю о пенсионной реформе? То есть, те, кто работают, которые должны были уйти в пенсию, они остались работать на своих рабочих местах. А для молодежи рабочих мест нет. Мы все знаем, что у нас в республике очень напряженная ситуация с трудоустройством именно молодых. И вообще требования профстандартов тоже надо пересматривать. Когда молодой человек, окончивший только что в ВУЗ, хочет устроиться на работу, во всех основных требованиях есть требования о стаже работы. Поэтому развитие молодежи, молодежную политику мы должны рассматривать в комплексе, начиная со старших классов. У нас сегодня в республике досугом молодежи как таковой особо никто не занимается. Те, кто учатся в школе, по школьным кружкам занимаются, а после школы молодежь предоставлена сама себе. Массового спорта у нас, как такого на территории республики Тыва, нет. Не каждый молодой человек может быть борцом, который развито у нас на территории республики Тыва. Это хорошо, что у нас есть борцы, именитые борцы мирового значения. Но для здоровья нации, для здоровья нашей молодежи надо развивать массовые виды спорта. Должна быть четкая политика. Как вы знаете, почти вся страна была построена в советское время молодежью комсомольцами. Сейчас тоже пытаемся вернуть, государство пытается вернуть те традиции, но мало получается, потому что системного подхода нет. Потому что сейчас молодежь уже воспитана в других ориентирах. Наша партия, Тувинское республиканское отделение комиссии партии Российской Федерации, мы имитировали сбор подписей для петиции, чтобы для молодых семей, для молодежи в новостройках были предоставлены жилые площади по социальному найму. Уважаемые избиратели, поддержите нашу партию, наших кандидатов в Верховный Хурал и в Хурал представителей города Козыла. Спасибо. Спасибо. Следующий Кулар Натчин Цукемадович. Ваше время. Здравствуйте, уважаемые избиратели. Молодежная политика – это комплекс мер, направленных на развитие в физическом плане, в духовном и образовательном плане наших детей, подростков и молодежи. В тех муниципальных образованиях, в которых я избираюсь, нет молодежной политики. Ну, нет в принципе. Ну, или я не вижу. Это связано с тем, что отсутствуют места для занятия физической подготовкой. В летнее время, про зимние я вообще молчу. Это такие, как у нас проводились проекты в городе, то, что спорт во дворы. А почему нет программы «Спорт каждое село»? Почему нельзя сделать в наших селах турники, например, с резиновым покрытием для удобства занятия спортом? Вот этого тоже нет. Как говорится, все познается в сравнении. Я каждый раз, когда выезжаю в другие регионы, смотрю, как везде все обустроено. Спортивные площадки, детские площадки, в которых все обустроено для людей, для наших же подрастающих поколений, для молодежи. Есть покрытие из резина для предотвращения травмоопасности наших детей. Что говорить о наших селах, если даже у нас в городе для досуга молодежи не обустроено, не организовано? Дворец молодежи построить построили, а что там проводится? Кроме бракосочетания, для кого построили? Единственный кинотеатр у нас в городе, тоже закрыт на ремонт. Когда его откроют, тоже неизвестно. Куда нам на выходные семьей ездить за 400 километров, чтобы на большом экране посмотреть новинки фильмов? Это же абсурд какой-то. Факультативное образование нашей молодежи держится на голом энтузиазме отдельных преподавателей, за что им большое спасибо. Какие доплаты им производятся за то, что они проводят вне рабочих. После, они провели занятия, идут на кружки занятия, чтобы заниматься дополнительно с нашими детьми, с подрастающим поколениям, с молодежью. Что касается безопасности молодежи, ежегодно случаются потери среди детского населения, молодежи. Ребенок замерз, лютый мороз в Левобережном дачном обществе. Детей выкинули из окна многотажного дома. Молодого парня забили, те же молодые парни, которые учатся в школе. Мы, как лица партии, видим решение данной проблемы в том, чтобы обучить великий штат социальных работников, их мобильность, чтобы они в тех или иных ситуациях могли предотвратить и заниматься социальными вопросами нашего населения. Спасибо за внимание, у меня все. Спасибо. И завершает сегодняшний дебат Сергей Актеевич Андар. Добрый день, уважаемые земляки. И я всю жизнь работаю в сфере образования, профессионального образования. Хотел бы рассказать, вот как меняется молодежь в наши дни в Туинском государственном университете. Знаете ли, вообще, Туинский государственный университет это котел такой кипящий, да? Ну, это вообще такая энергетика, такая сила, все благодаря нынешней молодежи. Я очень доволен нынешней молодежи, вообще молодежи я доволен. И из года в год я наблюдаю стремление молодежи расти, молодежи принести пользу своей родине, малой родине, своей республике, вообще стране. Аэстон Жукович рассказал, какие принимаются меры на федеральном уровне, республиканском уровне. Да, сегодня молодежи, понимаете, вообще думать о том, что ему нет процвета вперед, думать о том, просто нет никаких, вот, знаете ли, я не согласен с тем, что вот молодежи дорога расти, развиваться, реализовать свои идеи на сегодня очень трудно. На самом деле, сегодня все дороги открыты. Мы видим на федеральном уровне, на республиканском уровне, какие открываются возможности, как можно реализовать себя в полной мере, в полной мере во всех сферах практически. Я расскажу, допустим, про молодежные движения в нашем университете в Туинском старстве. Это и различные строительные отряды, это различные молодежные движения по благоустройству города, различные научные отряды, педагогические отряды. В сложные времена, ковидные времена, имею в виду, наша молодежь, вот старшокурсники нашего университета, они во многом выручили школу, выходя в составе педагогических отрядов, замещая учителей различных школ. И вот этот опыт сегодня стал обыденным явлением, и наша молодежь на старших курсах уже потянулась в село. Многие на старших курсах уже начинают работать учителями, завершая учебу, получая диплом, что самое главное, они остаются на тех же местах, куда были направлены как член педагогических отрядов. Научные отряды. У нас научные проекты реализуются во многом благодаря научным отрядам во всех направлениях научной деятельности. У меня, допустим, в отряде имеются два студента. Два студента, Оржак, Алим и Кужугет Айжи. Я благодаря им, их энергии, их, знаете ли, принятию очень быстрых решений, выполняем серьезные задачи. Серьезные задачи. Аспирантура наша. Сколько много перспективных ребят заняты этим видом научной деятельности. У меня четыре аспиранта, допустим, во всех разных сферах научной деятельности заняты. Это палеонтология, это экотоксикология, это зоология, экология. Вот разным направлениям. Я ими очень доволен. Вообще молодежь стремится стремится расти. Я еще раз повторяюсь. Конечно, есть проблема сельской местности. При встречах с населением я всегда слышу о том, что молодежь не остается в селе. Знаете, в свое время, когда я заканчивал аспирантуру, защищал кандидатскую МГУ предложил остаться в биологическом факультете МГУ. Я ответил нет. Позже, когда я сюда вернулся, в республику, в свой родной институт, я пригласил, как раз проводился, проводилась конференция международная, пригласил своих учителей МГУ, и они, приехав сюда, согласились с тем, почему я вернулся. Такая красота. Конечно, они говорят, мы бы тоже не согласились остаться в Москве, имея вот такое население, да, и вот такую республику. Итак, это были шестые по счету дебаты на телеканале «Россия-1», но сегодня на этом не все. Ровно в 14.00 мы встречаемся снова и продолжаем наши дебаты. А в 15.00 на радио «Маяк» дебаты также участвуют кандидаты Верховных Урал. На этом все. Спасибо. Спасибо.